В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Где эта улица? Очередное обращение в городской дозор. Город готов, как проходит наблюдение за паводком. Саровчане против бобров, волчат и факела. В Ледовом дворце прошел хоккейный турнир среди детских команд закрытых городов. Далее расскажем обо всем подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для этого нет ни достаточного пространства, ни достаточного количества входа-выходов ни персонала. Мы написали письмо Зотову Дмитрию Бенчу. Пришел ответ. Мы этот вопрос держим на контроле, потому что есть сроки по устранению предписания. Прокуратура тоже держит вопрос на контроле. И этот вопрос должен решиться, если уже не решился, в ближайшее время по кинотеатру России. Лично я взял на контроле социального театра России, прокуратура и пожарные. Там все должно быть сделано или закрыто, если не будет сделано, то подговорено и законом. Депутаты решили собрать отдельное заседание и позвать на него представителей мест массового скопления людей Ледового дворца, театра, кинотеатра, учреждений культуры, торговых центров, а также представителей МЧС и вместе обсудить уровень пожарной безопасности на объектах. К другим новостям. Наступившая весна принесла в ряд российских регионов сильные паводки. Алтай, Хакасия, Иркутская и Вологодская области. Десятки населенных пунктов уже уходят под воду. По прогнозам синоптиков, скоро паводки придут и в Центральную Россию. Как проходит наблюдение за паводками на городских водоемах и ожидает ли саровчан чрезвычайная ситуация, расскажем далее. Традиционно на интенсивность паводка влияют не только климатические условия, но и количество выпавшего за зимний период снега. Обильное таяние снега может значительно увеличить объем уровня рек, а излишнее количество воды необходимо сбрасывать через гидротехсооружения. Поэтому в паводковый период, чтобы город не ушел под воду, в управлении ГОИЧС проводится активный мониторинг состояния рек, водоемов и прохождения талых вод по территории нашего города. Проходит он очень просто. С силами и средствами оперативных групп ГОИЧС и Департамента городского хозяйства проводится ежедневный объезд всех гидротехнических сооружений. Предприятия и организации, которые занимаются обслуживанием гидротехнических сооружений, тоже проводят объезды водоемов с визуальным осмотром и визуальным определением уровня воды. И полученную информацию доводят до дежурного ГОИЧС. И такие проверки делают не менее четырех раз в день. Следить за уровнем воды можно и в режиме реального времени. На центральной платине установлены три камеры, которые помогают оперативному дежурному ГОИЧС контролировать уровень реки. К примеру, там есть мерная линейка, которая помогает отследить уровень воды. Если вода не превышает отметки 3 метра 20 сантиметров, городу беспокоиться не о чем. Потопление зданий не произойдет. Самый сильный поводок был зарегистрирован в нашем городе в 2001 году. Тогда, в середине апреля, произошел резкий подъем температуры и сутки шел сильный дождь. В результате чего произошел прорыв плотины на втором и третьем Филиппевских озерах. Уровень сатиса поднялся до четырех метров. Были потоплены и ряд городских объектов, среди которых 18 жилых домов и даже сама территория ГОИЧС. В настоящий момент специалисты уже проверили гидротехнические сооружения города. И все они готовы к пропуску паводковых вод. А 2 апреля было принято решение о снижении уровня воды в сатисе. Мария Ирунч, Владимир Есеников, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Подведены итоги финала пятого сезона школы проектов. Для участия в очном туре заявилось 187 финалистов из 14 городов-участников проекта школы Росатома. Саровские школьники поучаствовали в финале дистанционно. Жюри конкурса оценивало учащихся в онлайн-режиме. Первое и второе место заняли четвероклассники школы номер 11. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Центр поддержки предпринимательства объявил на начале нового этапа конкурса «Лучший сервис Сарови». В этот раз эксперты будут тестировать бизнес-ланчи, которые готовят в нашем городе. Они оценят качество обслуживания, умение персонала преодолевать конфликтные ситуации и ряд других показателей. Желающие выступить в роли экспертов и тайных покупателей могут обращаться в Центр поддержки предпринимательства по телефону 992-64. Городской музей получит 5 миллионов рублей на реконструкцию кинозала в художественной галерее. Деньги выделят из правительственного фонда поддержки отечественного кино. Недавно там подвели итоги конкурса на получение грантов, и наш музей вошел в число победителей. Уже к концу декабря в художественной галерее появится современное оборудование, позволяющее показывать самые новые фильмы, а также проводить вечера фестивального, авторского и документального кино. Клиническая больница номер 50 сообщает. В связи с высокой заболеваемостью 5 апреля в детской поликлинике будет проводиться прием больных детей. Виктор Захаров – почетный гражданин Сарова. С 1969 года он работал начальником управления строительства Арзамаса-16. И современный облик нашего города – это в большей части его заслуга. Поэтому недавно в Сарове появилась улица, названная в его честь. Вот только понять, где она начинается и где заканчивается, невозможно. В границах улицы нет ни одной таблички с названием. И это очень беспокоит бывших коллег Виктора Захарова. Я уже неоднократно звонила, где же улицы-то нет уже на это. Вот мне идут отписки. Тихонов пишет одно, Голубев пишет вообще в 2019 году. Вот в сегодняшний день прислал Иванов, что во втором квартале якобы заложат в бюджет вот эту дощечку. Эту информацию подтвердили и в администрации города. Установка табличек запланирована ориентировочно на май 2018 года. А значит, еще немного, и улица обретет свое имя не только на бумаге. В образовательных стандартах уже давно прописано, что до 30% уроков учителя могут заменять на новые виды занятий – образовательные квесты или викторины. Считается, что такие формы помогают лучше развивать ряд навыков у ребенка и готовить его к современным реалиям. Но не все учреждения готовы идти на такие перемены. Для того, чтобы объяснить, насколько такой вид обучения результативен и как правильно совместить урок и игру, в наш город приехала федеральный эксперт в сфере образования. Два дня лекции, тренингов, практикумов с педагогами для того, чтобы сделать образовательный процесс в школах и детских садах интересным и плодотворным. Ради этого в наш город была приглашена федеральный эксперт в сфере образования Мария Миркис. Она утверждает, что нужно уйти от сериати по стандартному проведению уроков и внедрять новые формы обучения. Очень важная задача сейчас сделать так, чтобы у ребенка в опыте было очень много образовательных форматов. Урок, викторина, квест, погружение, реальная практика, полевое исследование. Реалия современной быстроменяющейся жизни требует, чтобы человек был готов ориентироваться и действовать в сложной, необычной ситуации. Нестандартная подача учебного материала будет способствовать развитию у ребенка коммуникативных, исследовательских способностей и креативного мышления. По мнению Татьяны Замятиной, личное общение с экспертом встряхнуло педагогическое сообщество нашего города. Это новый глоток воздуха, который, я надеюсь, все-таки станет таким толчком мощным, для того, чтобы все-таки пространство школы изменится. В рамках конференции учителя обсуждали, анализировали, искали новые пути решения насущных проблем и делились личным опытом проведения нестандартных занятий. В формате живого общения педагоги смогли задать эксперту все волнующие вопросы и получить конструктивные ответы. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Саровчане вновь в списке лучших. Лицей номер 3 вошел в десятку победителей среди общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы. И по итогам этого конкурсного отбора получит грант губернатора региона. Чтобы стать лучшей школой и войти в топ-10 лучших общеобразовательных организаций Нижегородской области, Лицей номер 3 пришлось проделать серьезную работу, пройти все критерии отбора и набрать как можно больше баллов. Каждый конкурс, как и ежегодный отчет, позволяет подвести итоги, посмотреть на результаты и спланировать свою работу. Мы принимали в этом конкурсе участие несколько раз, становились победителями в 2006-2008 учебном году. Конкурс общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы, в регионе проводится ежегодно. В этом году в нем приняло участие 40 учебных заведений, среди которых 30 городских и 10 сельских школ. Ученики и педагоги Лицей номер 3 стараются как можно чаще участвовать в конкурсах такого масштаба. Лучшими быть тяжело, потому что это требует определенной ответственности. Мы, наверное, являемся именно такими благодаря нашему коллективу, коллективу педагогов, очень талантливому коллективу детей, родителей, которые всегда дают нам высокую оценку и, собственно говоря, не дают скучать. По итогам конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы, Лицей номер 3 получит грант губернатора Нижегородской области. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. В Ледовом дворце прошел турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2009 года рождения из городов Затом. Юные саровские хоккеисты регулярно принимают в нем участие, но в нашем городе турнир проводился впервые. В этот раз его приурочили к десятилетию Росатома и столетию со дня образования комсомола. В соревновании приняли участие спортсмены из Снежинска, Лесного, Заречного и Сарова. В прошлом году подобный турнир принимал на своей земле Обнинск. Там саровчане показали высокий уровень подготовки и в этом году пригласили всех к себе в гости. Еще до первого свистка судей и ребята, и тренеры приезжих команд смогли по достоинству оценить гостеприимство саровчан. Нам сделали экскурсию, провели по памятным местам, рассказали о истории города, о истории церкви, храмов. Ребятам очень понравилось. Турнир закрытых городов можно считать товарищеским, но готовиться к нему ребята очень серьезно. Если наши спортсмены могут позволить себе заниматься хоккеем практически круглый год, то у приезжих команд все обстоит значительно сложнее. У Лесного лед есть всего 4 месяца в году, а Снежинские волчата занимаются в фоке, у которого крыша надувная. Поэтому Саровская ледовая арена произвела на них неизгладимые впечатления. Первое впечатление, наверное, арена какая-то все-таки, она немножко своеобразная, я имею в виду, в плане строения. То есть, если у нас это надувное сооружение, надувная крыша, у вас это полноценный дворец, и уже совершенно по-другому все это выглядит. Проходил турнир по круговой системе, где все играли со всеми. И, как отметили организаторы для юных хоккеистов, подобные встречи очень цены. Они помогают не только проверить свои силы на ледовой площадке, но и позволяют получить нужный опыт перед тем, как придет время играть в официальных турнирах и матчах. В этот раз лучшими стали хоккеисты из Снежинска, второе место заняла команда из Сарова, и бронзовые награды достались ребятам из Лесного. Кирилл Васенин, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Сегодня следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.